Светлана Волкова Рассказ называется «Поклонница». Белобокий приземистый сельский клуб стоял в самом центре Жихаревки, утопая в поздней персидской сирене, линялой и отчаянно с надрывом, благоухавшей всеми запасами организма. Вокруг на расчищенном от телег и хлама пятачке, называемом местным людям Майданом, в разнобой стояли самодельные лотки под навесами, выбеленные солнцем и дождем. У канавы, напоминая лихого пропойцу, ржавел грузовичок-полуторка, отдавший концы еще прошлой осенью. День наливался ясный, жаркий. Борька Бирман, свежий выпускник Белгородского музыкального училища, оглядел здание клуба и несмело шагнул в его темное утро. В конце пахнущего свежей скипидарной краской коридора у запятнанного белыми подтеками окна находилась обитая дерматином дверь с табличкой «Завклубом ТОВ Мячиков ВВ». Борька поплевал на пятерню, пригладил непослушные львиные космы и осторожно постучал. «Войдите!» – раздался хриплый босок. «Мне бы товарища Мячикова ВВ!» – робко просунул голову в дверной проем Борька. «Он самый!» – ответил сидевший за столом гражданин, лысоватый и идеально круглый. «Проходи, чего жмешься? Будто тапки мне позорил!» Борька протянул ему помятый листок. «Направление вот! По распределению я!» Мячиков взял пухлой ручкой бумажку, долго, в полной тишине читал ее. Потом посмотрел на Борьку сквозь очки, такие же круглые, как и сам хозяин, и с разочарованием выдохнул. «Пьянист!» «Ага!» «Чудненько!» «М-м-м!» Было непонятно, радуется он или досадует. «А на гармонии? На гармонии можешь?» Борька стыдливо отвел глаза. «Не могу!» Мячиков тяжело вздохнул, выплеснул из пластикового стаканчика скрепки и усопшую муху. Плеснул туда коричневатой жидкости, пахнущей давленными клопами. «Отведай коньячку! Не побрезгуй!» Борька не побрезгивал. Жидкость оказалась ядреной и плохо проходимой. «Ты ведь пойми!» Придвинул ветчинный нос к Борькиному лицу Мячиков. «Да яркий у нас! Скотницы!» «Им что попроще подавай?» «Попроще?» Борька поправил очки. «Эм-м-м!» «Может, Рахманинов?» «Прелюдия до диез-минор!» Мячиков поморщился. «Ну или лист!» «Венгерская рапсодия, а?» «Может, конечно, рапсодия?» «Только опасенницы имею, что без гармонии никак!» «А не что там?» Мячиков втнул пальцем в потолок, в желтое пятно у основания рогатой люстры. «Не понимают конъюнктуру села!» Борька пожал плечами. Просидели они часа три. Мячиков распалялся от дешевого коньяка и собственной речи. Перекатывался по комнате взад и вперед, изредкорявкая в трубку противно звякавшего черного телефона и призывал собеседника проявить сочувствие к его аграриям и его мячиковому персональному подвигу на посту завклуба. Борька же быстро осоловев, лишь кивал и уже не пытался убедить его в доступности для доярок фортепианной классики. Сошлись на салате из Чайковского, Листа и Штрауса сына. «Хоть пасынка!» – пьяно всхлипывал Мячиков. «Без гармонии! Все одно! Не разбуденешь их!» Разбуденивать трудовое население решили по субботам, после лекции о Гагарине и перед танцами. Борьку всунули аккурат посередине. Репертуар утверждал сам Мячиков, раза по три прослушивая каждое произведение и соображая, нет ли чего у них такого, за что можно поплатиться должностью. Ничего подозрительного в Штраусе не найдя, он похлопал Борьку по плечу и выдал отеческое напутствие. «Ты только это у хозяйки, у которой живешь, возьми ведро!» «Зачем?» – удивился Борька. «Народ у нас горячий! Не понравится твое бряцание, не бесудь! А так хоть голову ведром прикроешь!» – ответил Мячиков и зафыркал, как навязавшийся шерсти кот. В день премьеры на стене клуба повесили афишу. «Бирман Б.Н. Фортепьяный концерт. Чайковский, Лист и Штраус Сын. Начало в 18.00». Под аккуратно выведенными плакатной тушью буквами велась приписка чернилами от руки. «Кто удерет, пеняйте, суки, на себя. Вычтем труда дни». Подписи не стояло. На Гагарине клуб заполнился до отказа. Внесли даже запасные скамьи. Мужики и парни в пиджаках и штанах, заправленных в сапоги, женщины и девки, кто в чем, но обязательно в ярком. Были даже в крепдышине и с прическами. Борька оценил. После лекции мужики потянулись с куревом к выходу, но дверь заполнил собой мячиков, наряженные по случаю концерта, в рубаху-вышеванку. «А на труу!» – забасил он, как на коров. «Назад! Сейчас культура будет!» Сельский люд побронился, но вернулся на места. Первые 15 минут слушали степенно с суровыми лицами. Борька закончил с Чайковским, собрал неуклюжие аплодисменты и приступил к листу. Краем глаза он косился в зал на смурные, налитые недовольством колхозные лица, и таившаяся где-то под диафрагмой чуйка подсказывала ему, что до сына он может и не дойти. Борька набрал полную грудь воздуха, ударил по клавишам, картинно запрокинув голову назад, как, по его мнению, полагалось делать виртуозом, уже не думая о том, что может запросто сбиться с нот, тяжело выдохнул, вернул башку в естественное положение. И тут на выкрашенном зеленой краской подоконнике раскрытого окна заметил курицу. Она сидела, наклонив пеструю голову на бок, и, казалось, была единственной, кто в этом зале проникся прекрасным. Борька хмыкнул, кивнул курице и принялся играть для нее. Штраус лился певучий, пианист чувствовал вдохновение, то наклоняясь к клавишам, то выпрямляясь струной. Курица слушала внимательно, на октавных пассажах закатывала глаза и чуть приоткрывала клюв. В зале воцарилась тишина, даже лузгание семечек ненадолго прекратилось. Распаренный плотми рубахой мячиков, розовый, как налитой ранет, смотрелся органично на фоне развешанных по стенам агиток о сборе урожая. Борька выдал последний аккорд. Курица охнула и, закатив глаза, выпала из окна лапками кверху. Зал брызнул аплодисментами, уже немного походившими на искреннее. Борька наскоро поклонился и выбежал на улицу. Обморочная птица чуть-чуть подрагивала крыльями в пыли и совсем не реагировала на брехавшую рядом сиплую бородатую собаку. Завидев Борьку, курица встрепенулась, выдала в ох! И со всех ног бросилась на утек, подгоняемый смущением и невозможностью более высказаться о накрывшем ее разом чувстве прекрасного. В следующую субботу все повторилось снова. Разве что репертуар у Борьки сменился, да на афише над непременным пенятисуке значилась неудобоваримая для колхозных желудков фраза в рамках месячника музыкального просвещения. Курица появилась в окне с первыми аккордами Рахманинова. Сидела, пялилась на долговязую фигуру Борьки в мешковатом бархатном пиджаке и, приоткрыв клюв, тихонечко вздыхала. Борька выделывал длинными пальцами виртуозный кренделя, трясно помаженными по случаю концерта космами. И нет-нет, да и кивал курица, мол, мы-то с тобой одни, понимаем музыку. Курица соглашалась, прикрывала веки, а когда Борька перешел к финальной части все той же переложенной для фортепьяна Польки Штрауса сына, замерла, будто выключили в ее нутре дыхательный вентилятор, а на последних аккордах охнула и потеряла сознание. Только лапки в окне и промелькнули. Колхозники загромыхали ладошами. Борькина жизнь в Жихаревке усердиями Мячикова была заполнена настолько, насколько это вообще было возможно. По будням он вел два музыкальных кружка для детишек и два для взрослых. Репетиторствовал с толстой румяной дочкой председателя колхоза и еще горсткой околоначальственной детвы. А по субботам непременно давал концерты. За три месяца определенными какими-то высшими силами, недовольными Борькой в качестве Жихаревской ссылки, он переиграл все, что выучил в училище и доучил по ходу дела. И не было ни одного такого дня, чтобы не приходила его послушать пестрая курица. Она вздыхала, наклоняла голову на бок, прикрывала глаза на глиссанда и октавных пассажах. А заслышав последние аккорды, Штрауса сыновей, Польки охала и выпадала из окна в полном счастливейшем птичьем обмороке. Борька дал ей имя Элоиза и не без труда через местного почтальона выяснил, что курица принадлежала бабке Луковой и что эта самая Лукова курицей своей в последнее время недовольна, потому что та перестала нестись и шляя сошалава где попала. «Ты, Элоизка, давай! От обязанностей своих не отлынивай!» отчитывал Борька, лежащую под окном курицу после очередного концерта. «Яйца слышь, неси давай, а то в суп пустит тебя Лукова!» Курица медленно приходила в себя, поднимала соловелые глаза на Борьку и, когда до ее сознания доходило, что это сам маэстро, выдавала неизменное «вох!» вскакивала, обдав его пыльным облаком и со всех ног неслась прочь. «Жениться тебе надо!» качал головой Мячиков и в город валить. «Пропадешь здесь!» «В городе хорошо!» «Там филармония!» «Заведешь полезное знакомство!» Мячиков произнес, «Заведешь знакомство с такой кислой физиономией, как если бы, сказал, заведешь в шею!» Поморщился и продолжил. «Напишу тебе ходатайку в райком!» И не обманул, написал. По осени, когда закурились красной дымкой деревья, а дождь прибил тяжелую пыль к земле, пришел Борьке ответ из города, что берут его каким-то младшим, очень младшим кем-то при филармонии. Борька на радостях, как положено, решил проставиться. Собрал почти всю жихаревку в клубе, на заработные деньги купил водки, а уж овощи и пироги местные нанесли с лихвой, как на маланину свадьбу. Далеко за полночь, когда от выходов провожающих падали замертвоедренные мясные комары, кто-то пискнул. «Полечку! Полечку с бацей!» Хмельной Борька подсел к роялю и ударил по клавишам. С первыми аккордами на подоконнике возникла Элоиза, как будто нарочно сидела под окном и ждала. Малопьющий по жизни Борька играл старательно, по памяти, но водка взяла свое. Не доиграв до конца, он икнул и на последних секундах выдал пару фальшивых нот. Колхозный лют этого не заметил, но заметил сам Борька. Взяв финальный аккорд, он минуту сидел, устаившись в лакированную челюсть рояля и не решался посмотреть на окно. Когда же решился, то к ужасу своему заметил Элоизу, не упавшую в обморок, а сидевшую пряменько на подоконнике и глядевшую на Борьку удивленными округлыми глазами. Борька встала, прокинув тубурет, и виновато пожал плечами. Элоиза спрыгнула с подоконника на землю, веерно взмахнув короткими крыльями и, переваливаясь за боку-набок, пошла от клуба прочь. В свете тусклого фонаря Борька к досаде своей заметил, что она ни разу не опернулась. Через месяц Мячиков написал ему в письме, что Лукова хвасталась, мол, курица ее пествия взялась за ум и начала приносить ежедневно яйца, беленькие, хорошенькие, как ангельская темя, и что больше со двора не пекала. Много лет спустя Борис Натанович Бирман, ставший известным пианистом, перебрался в Москву, завел импресарио, с успехом гастролировал по Европе и Америке, но непременно каждый концерт заканчивал фортепианной версией польки Штрауса сына. Внимательный зритель мог бы заметить, что на последних аккордах маэстро набирал в грудь воздух и краем глаза косился на ближайшее окно, фальшивое или настоящее, стрельчатое или круглое, после же недовольно выпячивал нижнюю губу и выдыхал тихонечко. Во-ох! Храни вас Бог, мои хорошие! Обнимаю всех душой! Субтитры создавал DimaTorzok